Друзья, привет! Сегодня мы с вами разберем шаблон для выполнения эссе нового формата. Это эссе на основе статистики. И это предварительный шаблон, который мы будем дорабатывать по мере поступления уточнений от ФИПИ. И также в конце видео я сделаю анонс первого в этом году вебинара. Это вебинар Grammar and Vocabulary Success, полностью посвященный третьему разделу. Это задание на грамматику, словообразование и лексику. Этот раздел в этом году никак не изменился, и поэтому я предлагаю начать именно с этого вебинара. Итак, в новом задании 40 предполагается, что мы с вами готовим проект. В этом конкретном варианте это проект на тему, какие жанры книг популярны среди подростков. Мы нашли статистику по этой теме и теперь должны прокомментировать эту статистику и дать наше личное мнение. Писать мы должны на основе данного нам плана. Этот план состоит из пяти пунктов. Один пункт – это будет один абзац. Соответственно, так же, как и раньше, в нашем тексте, в нашем эссе будет пять абзацев. Вот этот план. Первый пункт – вступление. Второй пункт мы должны выбрать и осветить основные данные статистики. Два-три пункта. Третий пункт – мы должны сделать одно-два сравнения по данным статистики. Четвертый пункт – мы должны обозначить проблему, которая может возникнуть в связи с чтением и предложить способ ее решения. Здесь, конечно, очень корявая формулировка, но понятно, что мы должны говорить не о любой проблеме, которая может возникнуть в связи с чтением, а именно о проблеме на основе статистики. И пятый пункт плана – мы должны дать заключение, высказав свое мнение о важности чтения в жизни человека. Как и раньше, мы должны написать от 200 до 250 слов плюс-минус 10%, то есть абсолютный минимум – это 180 слов. Если мы напишем 180 слов, наш эссе будет проверяться полностью. Но если мы напишем 179 слов, то наше эссе будет автоматически обнулено и его даже не будут проверять. И абсолютный максимум – это 275 слов. Если мы напишем 275 слов, то все хорошо, наше эссе будет полностью проверено. Но если мы напишем 276 слов, то эксперт отчертит 250 слов и будет проверять только 250 слов. И тоже так же, как и раньше, максимальное количество баллов за эссе на основе статистики – это 14 баллов. И эссе будет проверяться по тем же самым пяти критериям. Это РКЗ – 3 максимальных балла, организация текста – 3 балла, лексика – 3 балла, грамматика – 3 балла, и орфография и пунктуация – 2 балла. И если мы сложим все эти баллы, то как раз получится наших максимально возможных 14 баллов. Писать, как и раньше, мы должны в нейтральном стиле. Что означает нейтральный стиль и что можно и нельзя писать, я рассказывала вот в этом видео. Итак, перейдем к нашему шаблону. Введение я предлагаю писать следующим образом. Первое – пишем общую фразу по общей теме. У нас здесь общая тема – это просто чтение, просто reading. Затем пишем о важности конкретной темы. У нас здесь наша конкретная тема – это what book genres are popular among teenagers. Затем пишем о том, что мы готовим проект по этой теме, и затем пишем о том, что мы нашли статистику и организовали все наши данные в таблице. Вот такое у нас получается введение. Шаблон выделен жирным шрифтом. Reading is an important part of education, and if parents and teachers want to encourage teenagers to read, they need to know what kinds of books most appeal to young people. My project, which I'm still working on, is aimed at finding out what book genres are most popular with teenage, boys and girls. Далее второй абзац мы с вами должны выбрать и осветить основные данные статистики. Два-три пункта. Друзья, основные пункты статистики – это самый большой и самый маленький показатели. Вот в этой таблице, в этой статистике. Вот о них мы и будем писать, и у нас получается. I can identify two main features of the statistics presented in the table. The first one is that the majority of teenagers cited adventure stories as their favorite book genre, making this kind of books most popular among young people. And the second key feature is that only 17.6% of teenagers reported enjoying reading romances, putting the genre at the bottom of the table. В третьем абзаце мы должны сделать одно-два сравнения по данным статистики. Я предлагаю для сравнения брать два пункта, которые наиболее бросаются в глаза. В нашем варианте это первый и второй пункты, так как они почти идентичны. Итак, у нас получается. It's also worth mentioning that the number of teenagers enjoying detective novels and books about war and spies, 55.3%, is only slightly lower than the number of teenagers enjoying adventure stories, 55.4%. В четвертом абзаце мы должны обозначить проблему, которая может возникнуть в связи с чтением, и предложить способ ее решения. Итак, у нас получается. И в пятом абзаце мы должны дать заключение, высказав свое мнение о важности чтения в жизни человека. По-хорошему, заключение в любом сочинении, конечно же, должно логично вытекать из ранее сказанного. Но здесь же, вот в этом нашем эссе, мы должны дать совершенно отдельное от основного эссе рассуждение о важности чтения в жизни человека. Ну, естественно, мы с вами сделаем так, как нас просят. Так как здесь нас просят дать наше личное мнение, то наше заключение будет очень похоже на второй абзац нашего прошлого эссе, где мы тоже должны были дать наше личное мнение. То есть здесь сначала мы дадим наше мнение по данной в пятом пункте теме, и затем мы добавим аргументы. Итак, наше заключение. Вот наше эссе и шаблон в одном документе. Я также оставлю этот документ в описании под видео. А сейчас, как я и обещала, я хочу объявить о начале записи на мой вебинар Grammar and Vocabulary Success, вебинар для учителей и выпускников, который пройдет в субботу 25 сентября в 12 часов по Москве. Этот вебинар полностью посвящен третьему разделу. Это задание по грамматике, словообразованию и лексике. За 4 часа мы с вами разберем многочисленные ловушки, которые ФИПИ очень любит давать в этих заданиях. Разберем сложные случаи и типичные ошибки при выполнении этих заданий, рассмотрим алгоритм выполнения заданий и применим наши знания на практике. В этом вебинаре будет очень много практики. Каждый участник обязательно получит запись, вебинар, презентацию и все материалы, даже если не сможет присутствовать. И, друзья, внимание! При записи до 19 сентября включительно действует ранняя цена 1500 рублей, а уже начиная с 20 сентября стоимость составит 1800 рублей. Чтобы записаться, пожалуйста, пишите мне на почту info-sobaka-an-rease.ru Все общение по вебинарам происходит исключительно по этой почте, друзья. Я надеюсь, вас всех скоро увидят. See you soon! Bye-bye!